Сергей Александрович, ну что, у нас тут сообщают, что шаманы решили вызвать дождь для тушения лесных пожаров в Сибири. Получилось. Ну, им надо спешить, потому что синоптик обещает, что дождь скоро пойдёт сам. Либо они быстрее, либо уже он на выходных сам начнётся. Да, так часто бывает. Если вы знаете точно какое-то событие, которое будет у вас запланировано, надо срочно организовать соответствующую подготовочку, чтобы потом сказать, что событие произошло благодаря тебе. Это бывает. Это, кстати говоря, в избирательных кампаниях часто используется, когда вы, например, знаете план работы тех или иных, значит, даже там план работы, например, городских или региональных властей. А, значит, население ещё не знает его. Вы, например, знаете, что в плане работы стоит ремонт какой-то дороги. Вы идёте к избирателям и говорите, я потребую ремонта вот этого участка дороги. И вот вы увидите. Да, вы увидите, и вы увидите. После этого, если вас выбрали, в принципе, может ничего не делать, потому что его точно отремонтируют. А вы сможете прийти и сказать, что вот, смотрите, я пошёл, потребовал, его отремонтировали. Бывает такое. Не знаю, что там с шаманами, так сказать, как у них там дело с этим обстоит. Дожди рано или поздно пойдут. Но, насколько я понимаю, вот мы вчера об этом говорили, на самом деле внимание пожарам уделяется серьёзно и переброшено. Сначала вот на наводнение перебросили армейские подразделения. Теперь, скажем, на тушение пожаров. Ну, и, видимо, это оправдано. Ну, и тут самое время, так сказать, например, нашим оппозиционерам сказать, что надо же сокращать военные бюджеты. Что, на что они тратятся? Какое-то тушение пожаров, эти самые наводнения. Сколько можно, в конце концов? Непонятно, где ещё тушат. Ну, ладно бы тут у нас. Да, ладно бы ещё, так сказать, здесь где-нибудь тушили, а то тушат неизвестно где. Вот такие дела. А я вас уверяю, что сейчас тоже это вывернут скоро наизнанку точно так же. Причём без зазрения совести. Ну, я бы на месте оппозиционеров сейчас бы, наоборот, начал говорить, что вот, мы требовали. А, и вот они тушили. И вот они полетели. А если бы мы не потребовали? Да, да, да. Ну, понятно. Правда, вот, например, скажем, что касается наводнений, то войска выехали ещё туда задолго до того, как они что-то поняли. Ну, вот. Я имя оппозиционера. В Красноярск сейчас вылетают 10 самолётов Ил-76. Это, кстати, ну, это немало. Это очень много. Да, и 10 вертолётов военно-транспортной авиации. Специальные водосливные устройства у них. У нас, знаете, часто бывает так, что если что-то случается, то ведомство Шойгу обычно отвечает. Как бы оно ни называлось. Ну, да, да. Отвечает Шойгу, да, независимо от его МЧС, он или Минобороны, кем бы он там ни стал, занимается в итоге он. Ну, короче говоря, всё равно, кто занимается. Важно, чтобы был какой-то эффект. Хотя, я ещё раз повторяю, так сказать, да, к сожалению, стихийные бедствия, никто от них не гарантирован. И вот, видимо, ситуация с теми стихийными бедствиями по всему миру будет становиться только всё хуже и хуже. Это, кстати говоря, как раз вот прогнозы всяких разных, и в том числе иностранных климатологов. Они в этом смысле, вот, к сожалению, хотя тоже, может быть, они подгоняют свои теории под наблюдения, но в этом смысле получается всё примерно так, как они говорят, в том плане, что количество стихийных бедствий увеличивается. То есть вроде бы как даже ничего так особо-то и не происходит, но вот количество стихийных бедствий, их частота и сила увеличивается, причём повсеместно во всём мире. Вот такие дела. И я так понимаю, что с этим придётся как-то не просто жить, а к этому придётся приспосабливаться. Ужасно, кстати, обеспокоенное положение дел в Сибири, с лесными пожарами и так далее, во всём мире. Вот, в частности, Леонардо Ди Каприо, актёр. Вы знаете, я удивляюсь, что бы ни случилось, актёр Леонардо Ди Каприо обязательно всегда высказывается на этот счёт. Он высказался, он говорит, что очень обеспокоен, надо что-то делать. Да пусть приезжает, мы дадим ему огнетушитель. Огнетушитель, так сказать, выделим ему огнетушитель, такую брезентовую робу, вот, и поедет тушить. Мне кажется, он будет великолепно выглядеть. Я думаю, да, но недолго. Будет великолепен в этой роли. Да, будет великолепен, но недолго, будет великолепно выглядеть. Жить будет и плохо, но недолго. Да. Поэтому вот так вот. Багор ему, значит, лопату, вот такую, эту каску на голову. Огнетушитель такой советский, старый такой, найти где-нибудь и вперёд. Не, ну можно и новый, почему нет? Артист хороший, как говорят. Хороший, многими любим. Многими любим, поэтому новые огнетушители ему дадим. Или, о, мысль Леонардо, так сказать, да, выдели нам немножко бабла. Отстегни, так сказать, от своих супердоходов нам немножко бабок голливудских, да, глядишь, мы, так сказать, их куда-нибудь и пристроим. Ну а что делать, действительно? Человек, он не бедный. Ну а если интересуется. Если человек интересуется проблемой, обеспокоен, так сказать, да, готов оказать помощь, ну так надо создать соответствующий интерфейс по приёму помощи от голливудских звёзд. Кстати говоря, я считаю, что хорошая тема. Да, сейчас вот мы тоже вот разворачиваемся медленно, да, отдаём эти темы все на откуп там непонятным каким-то людям, которые как бы негативно их используют. Надо использовать их позитивно. Вот пусть сейчас весь мир, так сказать, да бросится собирать деньги или помогать. Или ещё что-нибудь в этом роде. Тут мне нравится, как про это пишут. Я, пожалуй, готов открыть фонд по сбору пожертвований голливудских звёзд на тушение пожаров. Ну и в принципе пожертвований голливудских звёзд. Их многое волнует. Да. Ну сегодня пожары, завтра, может, они найдут ещё что-то. Завтра наводнение. А мы будем здесь организовывать соответствующие информационные поводы. И распределять потом. Конъюнктурку, да. Вот я считаю, вот так вот надо потрошить, как бы, это самое, мировую закулису. Да, да, да. Знаете, есть такой, очень интересно, пишет несерьёзный женский журнал «Космополитен». Сделал из этого важную... Это про космос? Практически, да. А я, кстати, не знаю, почему так называется «Космополитен». Не знаю. Космополитые. Да, может быть, вот с этим. Значит, женский журнал, он пишет, «Леонардо Ди Каприо назвал пожары в Сибири признаком климатического кризиса». О, yes. Вот так вот серьёзно. И далее цитаты. Ди Каприо отметил, что происходящее является признаком климатического кризиса. Цитирую. «Всемирная метеорологическая организация, это Ди Каприо заявила, что из-за пожаров выделяется столько СО2, сколько Швеция производит за год. Сообщил исполнитель главной роли в «Титанике». Ну так, оттуда всё написано. Yes, for sure. Ну, это интересно. Нет, ну это интересно. Давайте. А знаете дальше? Российские подписчики актёра, ну это, естественно, в Инстаграме есть. Да. Восхитились его поступком. И сразу же начали комментировать пост на русском языке. Да. Но вот я говорю, почему до сих пор, несмотря на наличие в Соединённых Штатах Америки Леонардо Ди Каприо, каждый год горит Калифорния. Я понять не могу. Может быть, он просто не знает об этом? А я, кстати, вот и реально понять не могу. У них же там действительно, так сказать, какое-то безумное количество денег. В Калифорнии, да. А Калифорния каждый год горит. Кто объяснит, почему? Ну, стихийные бедствия, понятно, да? Но по идее, как-то они должны вроде как, ну они же там рассказывают... Вам в Ди Каприи ответят, что это Трамп виноват. А до Трампа? А до Трампа, видимо, не горело. До Трампа тоже был виноват Трамп, но Ди Каприо ещё об этом не знал. До этого могли быть виноваты в принципе республиканы. Республиканцы. Республиканцы. Конечно. Я понимаю. Там же, так как там дух партийности, там всегда есть кто виноват. Ну да, да, да. Да и Шварценеггер тоже, видимо, тоже тут. А он, кстати, по-моему, республиканец был. По-моему, тоже, да. Ну вот он всё и устроил. Конечно. Качок. Да, вместо того, чтобы делами заниматься, так сказать, да, качает там железо в спортзале. Ещё у Шварценеггера, помните, были скандалы, он приставал к горничной. Да вы что? Так что вот, пожалуйста. Вот это приставалось. Он приставал к горничной, которая отобрала у него гантелю. Да. Видимо, так, он сказал, отдай гантелю горничная. I'll be back. Ну, я понимаю, ну, так сказать, я почему немножко шучу, потому что, ну, это же тоже всё наиграно, если честно, в значительной степени. Ну, может быть, эти сами актёры, у них там жизнь такая, мне кажется, они совершенно не отличают, где вот они сами, сами, какие они есть от природы, а где их роли. У них роль постоянная. Это публичный человек, который находится вот в этой ротации, как бы, да, он всё время что-то играет, так сказать. То ли Титаник, он сам, наверное, просыпается и не понимает, какой фильм, в каком фильме он снимается, так сказать, в Титанике, ещё в коем-нибудь. Я просто других так не могу перечислить, но знаю, что это известный артист. Реально, да. Вот, вот он, наверное, тоже просыпается. Ну, и поэтому вот эти все звёзды со своими этими, со своими этими, так сказать, вздохами-охами, ну, и говорю, простейшие вещи. Соединённые Штаты Америки не подписали ни одной климатической конвенции. Ни при республиканцах, ни при демократах. Вот республиканцы и Трамп, это плохо. А до этого был Обама, Клинтон, это хорошо. Но они тоже не подписывали ни Киотский протокол, ни Парижское соглашение. Отчего же, так сказать, да, отчего же, спрашиваются? Вот, отчего же все звёзды Голливуда, Гринписа и ВВФ, там, и вообще все, кто там только нет, почему они до сих пор ничего не могут сделать вот с американским, так сказать, эстеблишментом и не заставят его подписать все эти соглашения? А Россия, кстати, подписала, между прочим, да, все эти соглашения. Вот Китай и США, они подписали их. Вот, ну, Китай, ладно, понятно, там злые коммунисты, как бы, да, наследники Мао Цзэдуна. Что с них возьмёт? Винтовка рождает власть, так сказать, Дзебау и всё остальное. Ну, страшные люди. Вот, но вот США-то что, что демократы, что республиканцы меняются, а они как не подписывали эти соглашения, так и не подписывают. К вопросу о том, вот, есть ли разница между демократами и республиканцами, не знаю, вот это было бы неплохо спросить у Леонардо Ди Каприо. Вот, но если серьёзно, что касается наших дел, ну, ну, будут тушить, потушат, как смогут. Я думаю, что тоже. Я вчера уже говорил, что, конечно, пожары аномальные, но, во-первых, а, это связано и вот с аномальными природными явлениями, б, я думаю, что вот этот шум, он, конечно, там немножко так это подкачивается политической конъюнктуркой, вот, в значительной степени. Поэтому, ну, что, всё, эти самые самолёты полетели, вертолёты полетели, как бы, да, будут делать всё, что могут, и я думаю, что пожары потухнут. Вопрос в том, что, вот, возможно ли их вообще предотвратить, потому что, ещё раз говорю, это проблема, которая, которая, так сказать, досаждают очень многим странам, в том числе достаточно высокоразвитым. Мы говорили тут и про США, и про Испанию, и про Грецию, и во многих других странах, кстати говоря, просто уже всё сгорело, и гореть нечему. Вот, оно бы загорелось, да нечему гореть. Вот, такие дела, вот в этом, так сказать, да? В этом некоторое спасение. Ну да, оно сгорело до того, как. Вот, или было вырублено, уничтожено, и так далее. Вот, известно же, что утверждают, значит, всякие геологи-археологи, что, например, в Сахаре когда-то росли леса. Но они были вырублены людьми, в том числе, так сказать, в качестве, вот, в рамках подсечно-огневого земледелия. Ну, даже если в Сахару не ездить, вот даже Крым наш, да, там когда-то, было же много лесов, они были уничтожены человеком. Вот эти крымские степи, ну, не все, но в значительной степени, по крайней мере, да, это вовсе не природный ландшафт, это, как бы, уничтожено, это все, так сказать, ну, столетиями уничтожалось людьми. Причем уничтожаться это начало еще, так сказать, со времен, там, тавров, греков и так далее, так далее. Пилили, пилили и допилили, вот. Ну, потом стали уже в советское время засаживать, как бы, да, ну, что-то удалось засадить, что-то не удалось, вот, такие дела. Вот, то есть вопрос в том, а можно ли вообще, вот, можно ли вообще это предотвратить? Ну, например, даже простая вещь, опять же, это, конечно, вопрос к специалистам. Вот мы часто говорим о том, что это имеет, так сказать, антропогенное происхождение, то есть человеческий фактор. Ну, проще говоря, кто-то или поджег, или, там, бросил окурок, или оставил, так сказать, бутылку и прочее, прочее. Но вот, например, сейчас вот горят очень труднодоступные районы, вот. Там, на самом деле, эти возгорания происходят достаточно часто. Я, например, вспоминаю сейчас вот даже эти, как его, повести Распутина, Валентина, Распутина, нашего знаменитого такого писателя-почвенника, он там тоже вот в своих, так сказать, повестях, в своих, как бы, рассказах часто описывает эти таежные пожары, да, которые возникали там и 50 лет назад, и 100 лет назад, и так далее. Причем далеко очень, очень далеко, так сказать, от крупных агломераций. Вот можно ли вообще эти, можно ли вообще, так сказать, эти вот пожары превращать? Это, конечно, большой вопрос. Большой вопрос. Количество сообщений пользователей о пожаре в Сибири превысило миллион за последние две недели. Компании «Спасить Сибирь» присоединились десятки популярных блогеров и пабликов, но при этом, согласно данным медиалогии, которые по просьбе РБК проанализировали пользовательскую активность по теме лесные пожары в Сибири, в популярных соцсетях и блогах за последние две недели резкий, почти двукратный рост активности пришелся на конец прошлой недели, накануне несогласованной реакции в поддержку оппозиционных кандидатов в Москве. Это накачивается искусственно. Так случайно совпало. Да, да, да. А в прошлом году почему вы не спасали Сибирь, хочется спросить. Я вам гарантирую, что в следующем году Сибирь тоже будет гореть. Вот посмотрим, будете вы ее спасать в следующем году или нет. Ведь в следующем году выборов не будет. Ужасно, Сергей Александрович. Что же будет с Сибирью? Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости. Михеев Сергей Криневский в студии. Большая часть, Сергей Александрович, негативной реакции пользователей соцсетей на пожары связана с нынешними масштабными возгораниями. И смотрите, многие пользователи в своих сообщениях приводят статистику Greenpeace. Greenpeace пишет следующее. В прошлом году Россия потеряла в пожарах рекордное количество леса за 10 лет. 1,7 миллиона гектаров. В этом году мы уже почти в два раза побили этот ужасающий рекорд. Но при этом официальная статистика не дает аномальных цифр по сравнению с прошлыми годами. Прежде всего полностью уничтоженными именно из-за пожаров. В 2018 году было 72 тысячи гектаров леса. И примерно столько же, 72 тысячи гектаров, было уничтожено насекомыми. Ну, то есть, мягко говоря, Greenpeace нас слегка лукавит. То есть, он общую площадь пожара приравнивает к площади полностью уничтоженных лесов. Подгоняет. Подгоняет. Вообще, если честно, я сейчас вижу во всем этом, в том числе и международную скоординированную кампанию. Я смотрю, вот это подорвавшиеся блогеры. Вот эти блогеры наши, они бесплатно вообще ничего не делают. Ничего не делают. Либо хайпуют просто. Да, они, так сказать, подорвались тут что-то кого-то защищать, а вот тот же Greenpeace говорит, что в прошлом-то году, оказывается, площадь лесных пожаров была примерно такой же. Вот сейчас вот я хочу на этом заостриться. Вы прочитали сообщение Greenpeace, в котором он называет площадь 1 миллион 700 тысяч возгорания, а в этом году 2 миллиона. Но это означает, что в прошлом году было примерно то же самое. А где же были все наши блогеры? Совсем не было такого. А где же была вся наша оппозиция? А где же был Ленар Ди Каприо и все мировое сообщество? Видимо, политический момент не подоспел. Заказа не было или что-то в этом роде. Я так понимаю. Ну, а как бы цифры-то сопоставимые? А где же вы были в прошлом году? Вы все так называемые защитники природы. Насколько я понимаю, здесь может речь идти в том числе и о скоординированной с внешними источниками компании. Вот давайте на этом деле сейчас поднимем шум. Но я, честно говоря, думаю, что этот шум им большой пользы не принесет. Почему? Я понимаю, что они пытаются перехватить повестку дня. Это ясно. Но вот эта фальшь, которая в этой ситуации есть, она очень очевидна. Да, конечно, есть те люди, которые ничего не понимают или очень идеологически заряжены. Но для большинства вот этот внезапный интерес людей, которые сидят в интернете к лесным пожарам где-то там в Сибири, Леонардо Ди Каприо, Дональд Трамп и прочее. Он выглядит настолько за уши притянутым, что здесь это не очень серьезно. Во-первых. Во-вторых, тушить-то пожары в конце концов будет не Гринпис. Нет. И не системная или системная оппозиция. И не Леонардо Ди Каприо. А тушить пожар будут наши солдатики. Защитники Родины. Они его и потушат. Они его потушат, а вовсе не ролики блогеров и прочее. Поэтому здесь такая немножко сомнительная кампания. А, кстати, что касается... Я не уверен, что они на ней много наберут. Хотя, я говорю еще раз, их попытка приходить в повестку дня и действия по линии, чем хуже, тем лучше, она ясна. Но в данном случае она слишком ясна. А что касается координации с этими самыми внешними центрами. У меня есть знакомые, которые ведут по одному из округов Москвы компанию Мосгордума. И у них там есть вот эти кандидаты. Но вот этим кандидатам... Уж не буду говорить, как это выяснили. Но этим кандидатам регулярно поступают звоночки с британских номеров. С британских номеров звонят и очень беспокоятся каждый день. Ну, как там выборы-то в Мосгордуму? Как они идут, так сказать? С британских почему-то номеров. Депутатам в округах в Московскую городскую думу. С чего бы это? Видимо, с того, что денежки на все это дает господин Ходорковский. Господин Ходорковский дает на все это денежки. На все эти дела. Большой друг России, который в свое время укокошил немало людей ради того, чтобы заработать свои миллиарды. Просто убил физически. По его приказу, так сказать, этих людей убивали, чтобы заработать миллиарды. Потом он сказал, я покупаю Госдуму. Он пытался тогда закачать деньги в партию яблоков, но не получилось. А теперь он, конечно, лучший друг свободы слова. Это понятно. Но все это очевидно, известно. Но это ладно, но про пожары, еще раз говорю, мне не кажется, что это очень сильный ход. Потому что его манипулятивность слишком очевидна. Я говорю вам, в прошлом году горело столько же, где были эти блогеры, оппозиционеры, где они были все. И помяните мое слово. В следующем году тоже будет гореть, но такого интереса у политических активистов эта проблема уже не вызовет. Почему? Потому что политическая конъюнктурка не будет соответствовать моменту. Что-нибудь другое придумают. Ну вот, расскажу. С начала 2019 года до конца июля общая площадь всех зафиксированных лесных пожаров, и не все эти леса являются уничтоженными, просто все, что горят, составляет 8 миллионов 820 тысяч гектаров. И этот результат не слишком сильно отличается от аналогичного периода прошлого года. 8 миллионов 400 гектаров. То есть было 8800 сейчас, 8400 в прошлом году. Но сегодня, да, сейчас почему-то заметили все, все вплоть до Леонардо Ди Каприя. А где ты был, спросите, друг Леонардо? Может быть, действительно кто-то координирует эту компанию, да? Координирует эту компанию, и поэтому, и поэтому, так сказать, да такое вот супер внимание. Но, в общем, на самом деле здесь даже не надо быть большим экспертом. Мне кажется, люди даже, ну, совершенно такие, не сильно изощренные, так сказать, искушенные в этих делах, они понимают в данном случае, в чем дело, и мне кажется, что вот здесь не факт, что это пойдет на пользу даже тем, кто все это организовал. Еще тут отмечают, что если споставить данные о текущей площади возгорания с официальными данными об объеме лесов, то ни в одном из российских регионов этот показатель не превысит 1%. А кого это интересует, да? Это же никого не интересует, не превысит 1%. А сейчас рассказывают, что вся Сибирь горит. Да, так вот я говорю, у меня даже на передаче, вот кто против, так сказать, тут орал, так сказать, один наш, тоже завзятый по заснему, что вся страна горит. А, вот вся страна горит. Уже вся страна горит, уже практически сгорела, а оказывается, не превышает 1% от площади каждого региона. Но врать не надо, вот и все. Но это не означает, что... Это паникерство, кстати. Да, это вот как во время войны раньше за паникерство стреляли. Когда, знаете, например, в осажденном Ленинграде или как бы в Москве, где враг находился в двух километрах, что называется, да, вдруг появлялись люди, которые начали говорить, все, 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 немцы уже вошли, так сказать, да, все, все, бросайте. Скорее, да, будем присягать новые власти. Во время войны таких людей расстреливали. Ну, понятно, сейчас, так сказать, другие времена, такие методы не подходят. Вот, но в целом-то смысл событий, он тот самый и есть. Это примерно такой же. А и звоночки из Лондона тоже, кстати. Вот, но это все не значит, что не надо пожарами заниматься. Не, не значит. А ими и так занимаются. Да, не значит, что не надо пожарами заниматься. И это, кстати говоря, не значит, что не надо, например, разбираться, значит, там, со всякими подписями, которые там Мосгор избирком там забраковал. Надо разбираться. И с этим надо разбираться, и с тем надо разбираться, со всем надо разбираться. Вот, но в режиме, не разрушающем страну. Но у нас все время режим истерики, я так понимаю, работает. Да, а режим истерики, это именно то, что наиболее близко, значит, оппозиционному и интернет-сообществу. Я давно просто про интернет говорил, даже не с точки зрения политической. Там истерические реакции превалируют. Или это истерическое веселье, или истерическая такая же истероидная агрессия и ненависть. Посмотрите, там превалируют всегда крайние эмоциональные состояния. Я считаю, что вообще в интернете, конечно, нашли свое счастье огромное количество психопатов, вот, которых раньше, так сказать, просто, которые раньше были на учете где-то у психиатра, а теперь они все в интернете. Вот, и там они как бы до себя реализовывают, что называется. Ну, это правда. Ну, нравится, не нравится, это правда. И нет, там огромное количество нормальных людей, но их обычно как раз не очень слышно. А громче всех слышно именно тех, у кого, кто, а, или провокатор, или, б, не вполне адекватен с точки зрения психического здоровья. Потому что для них это просто вот, ну, просто это счастье. А раньше где он мог, так сказать, себя проявить? Только дома на кухне? Где-нибудь или там? В подъезде. Во дворе без штанов сплясать, как бы, да? А сейчас вот есть такое, можно вообще не вставая с это самое, быть, можно не вставая со стула дома перед компьютером, быть одновременно и Наполеоном, как бы, да, так сказать, и Каллигулой, и там, и вообще кем хотите, да? Вот, раньше диагнозы ставили, как бы, а где у нас Наполеон? Там в шестой палате, где раньше был, где у нас прокурор? В шестой палате, где раньше Наполеон был. А сейчас можно, не отходя от интернета, быть одновременно и Наполеоном, и прокурором, и вообще кем угодно. И таких людей десятки тысяч. Сергей Александрович, я так понимаю еще, что вот это состояние истерики, оно же очень полезно для тех, кто манипулирует людьми. Потому что взрослый человек, он очень устойчив. Но если человека ввести в состояние истерики, его вообще можно очень легко сказать. Бежать туда, бить этого. Все бежим туда. Но почему они, например, в основном занимаются самыми, сейчас перекинулись на такая политическая педофилия, перекинулись на мозги совсем молодых людей, совсем. А потому что их как раз легче ввести в пограничное состояние. Во-первых, у них не хватает ни знаний, ни опыта. Ну и гормоны еще. Да, одновременно с этим, да, вот эти гормональные, так сказать, все эти дела, их в такое истероидное состояние легче ввести, чем взрослых людей. Кроме всего прочего, сейчас вся вот эта молодежная субкультура, на которой они воспитываются, она сама по себе вся истерическая. Она сама по себе вся такого истероидного характера. Она постоянно как бы... Очень резкий пограничный. Она постоянно пытается сдвинуть вот в это психическое неравновесие. И состояние, от состояния какого-то истерического веселья до состояния какой-то глубочайшей и такой же ненормальной депрессии, которая там может довести до самоубийства и все такое прочее. Они этим пользуются, эти подонки. Я имею в виду тех, кто организует это. Потому что, да, есть какие-то, так сказать, люди наивные, но есть те, кто все отлично понимает и организует это. Звоночки из Лондона. Звоночки звонят, беспокоятся. Как у вас там выбор в Музгурдуму? Не это самое. А деньги не дают? Из Лондона деньги не переводят? Дают, но не так прямо. Биткоины, говорят, очень помогают. Не так прямо. Ходорковский дает деньги. Вот на все эти акции сейчас дает деньги Ходорковский. Михаил Борисович. Милейший человек. Убил мэра Нефтьюганска-Петухова. Ну что делать, так сказать. Ну тут ему мешало. Время было такое. Тут ему мешало. Время было такое. Что делать? Вот. Кстати, надо сказать, что к этой вот компании по пожарам подключились многие отечественные звезды шоу-бизнеса. Виктория Боня, например, считает, что внимание к происходящему нужно привлекать любым способом. Любым способом. И что она сделала? Каким же способом она привлекла? Она... Я, кстати, не знаю, кто это. Я тоже не очень сильно. Я думаю, ну, можно погуглить. Я предлагаю заголить задницу. Ну да, в Инстаграме нужно сделать фотографию. Да, и на ней написать «нет пожаром». Слева на одной, так сказать, ляжке написать «нет», на другой «пожаром». Кстати, очень красиво. Можно еще наколоть, знаете, старые, тоже известные. Кто, так сказать, кто в курсе, тот поймет, так сказать, наколоть чертей с лопатами. На одной, так сказать, на другой. Когда будете идти, они как будто вам уголек в топку подкидывают. Тоже. Но накалывать же нельзя, потому что конъюнктура пройдет, а черти-то останутся подкидывать. А черти останутся по-любому, даже если вы их не будете накалывать. Ну да. Вот такие дела. Да. Ну, в общем, много сейчас именно наших звезд шоу-бизнеса обеспокоились этим делом. Бригаду создать из звезд шоу-бизнеса обеспокоенных всем по огнетушителю, по противогазу. И снимать клип. Вперед, да. И снимать клип, да. А я даже, да, к ним дежурного оператора. Прям выбросить их с вертолета в тайгу, вот, в горящую прям. Они там дадут, так сказать. Жару. Пожару, да, да. Жару, пожару дадут. Как начнут там инстаграммить, все, все само по себе потухнет. Ну, надо сказать, что есть адекватные звезды шоу-бизнеса. Вот Максим Галкин, например, выступил против гламурных девиц, пишущих о пожарах в Сибири. Говорит, вот примерно то, что вы говорите. Не надо писать. Есть и другие способы. Да, сэкономим на силиконовых губах, да. И пошли деньги в это самое, куда-нибудь пострадавшим от пожара. Будет гораздо больше толку. Откажись от абонемента в элитный фитнес-клуб. Но надо сказать, что въедливые журналисты РБК посчитали, что посты о пожарах становятся необычно популярными у пользователей соцсетей. И, кроме того, их сразу включают соцсетевые алгоритмы. Если ты что-то пишешь о пожаре, то тебя сразу выводят в топ. Ну, то есть явно кто-то пользуется. Это технология. Явно кто-то это специально разгоняет. Это специально эту тему разгоняют. Но я говорю, мне кажется, это не очень удачно. Я понимаю, что они решили всех убедить в том, что единственное спасение – это вот они от всего. Если бы не они, то мы не брились, как туземцы. Мы молились колесу. Мы бы сдохли, если бы немцы не сварили колбасу. Так вот и с ними, с этими оппозиционерами. Они все решили на себя привести. Но в данном случае мне это не кажется очень убедительным. С технологической даже точки зрения. Как и не очень убедительным являются вот эти все, так сказать, тут, видите, за пожарами даже не узнаешь, что там кого-то отравили. Одного деятеля якобы отравили. То есть это перевело внимание слишком отвлекло, да? Да, ну тоже смешно. Это уже смешно. Меня отравили, как бы, я борюсь с пожарами в Сибири. А ты где борешься с пожарами в Сибири? Я из Лондона борюсь с пожарами в Сибири. Ты сейчас где находишься? Я сейчас в Италии. Или я там в Испании. Или я там в Германии. Или прочее, прочее. Вот я из Флориды, да, я из Флориды борюсь с пожарами в Сибири, как бы, ну, изо всех последних сил, да. А меня отравили. Опять ФСБ отравило меня. Но я не умер. И я не умру. А, кстати, нет, есть я не умру, да? Это уже просто немножко смешно. Это прям совсем на дураков рассчитано. Ну, прям совсем просто уже на конченных дураков. Один из наших слушателей вот пишет, что сейчас вся страна горит, а в субботу вся Москва протестовала. Ну, правда, на Бургер-фесте было в 10 раз больше. В 15 раз больше. Да, больше. Если взять данные оппозиции, то в 16 раз больше. А откуда вы знаете? Может, они пошли бухать пиво, так сказать, именно в знак протеста. В знак протеста, скорее всего. Так что вот. Это да. Да, да. Вся страна горит. Используется, да? Весь народ там и прочее. Ну, это известные такие, так сказать, эти самые известные. Обобщение всегда играет на пользу, что называется. Надо же другим внушить. Что вот вся и все, и все, и так далее, и так далее. А вот и нет, так сказать. Вся страна на самом деле на ваши эти разводки, в принципе, прекрасно понимает. Тут Владимир Путин и Дональд Трамп, вы знаете, провели телефонный разговор. По инициативе американской стороны. Об этом сообщают в Кремле, да. И во время разговора американский лидер предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами. Приятно, кстати, да? Дошло до Трампа. Ну да, с другой стороны, видите, как они проявляют добрую волю. А, кстати, что касается лесных пожаров, насколько я понимаю, пока при всей, значит, этой страшной, страшной в этом лесном пожаре ни одного погибшего, слава богу, нет. Слава богу, да. То есть вот как это так? Вот вся страна горит, и ни одного погибшего нет. Да. А где же они все? Власть скрывает, вам кажется? Ну, скорее всего. Ну, конечно. Я думаю, что скорее всего скрывает. Сейчас какой-нибудь украинский блогер проведет расследование свое. Погибли сотни тысяч, на самом деле. А власть скрывает, как обычно. Вот тут они, думаете, вы говорите, 10 самолетов полетели туда, в Сибирь. Вы думаете, что? Пожар тушить? Трупы вывозить? Конечно. Трупы. Тысячи трупов. Их вывозят. Все. Да. И на консервы. А потом продают здесь. Да. Да. Все правда. А потом имя же травят оппозиционеров. На митингах. Расстояние. И на бургер-фестах. Конечно. Вот так вот все происходит. А вы что думали? Они туда полетели тушить? Да, но им не надо тушить эти пожары. Не смешите меня, так сказать. Да. Я знаю жизнь. Трупы они полетели вывозить. Десятки, сотни тысяч трупов. Да. Значит, американский лидер предложил, значит, содействие. Наш президент высказал Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи, поддержке. И добавил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа. И сейчас, и даже проинформировал Дональда Трампа, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Ну, я могу сказать, что это такая, так сказать, традиция вежливости. Мы тоже, мне кажется, предлагали. Когда у них Калифорния горела, в прошлом году и в позапрошлом мы тоже предлагали свою помощь. И они отвечали примерно так же, что типа, значит, кисло улыбнулись и сказали, что, ну, если понадобится, мы, конечно, конечно, так сказать, к вам обратимся. Вот такие дела. Поэтому тут ничего такого особо удивительного нет. Мы как раз регулярно им предлагали помощь. Регулярно. А вот они нам впервые за много лет. Я вот, что касается наших предложений, то мы им постоянно предлагаем свою помощь в тушении пожаров. А вот они нам помощь предлагают. Я такого давно уже не слышал. Видите Трамп какой все-таки, да? Да, Трамп, да. Есть в нем что-то человеческое. Есть что-то человеческое в нем есть. Но ему злые демократы как бы не дают реализовать. Развернуться. Не дают развернуться и реализовать свою любовь к России. Вот такие дела, так сказать. Пресс-служба Кремля, кстати, отмечает, что Владимир Путин оценил шаг со стороны Трампа как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами. Это был такой жест доброй воли, на который мы обратили внимание. Нет, может быть, и удастся. На самом деле, вот при всей моей этой вот жесткой критике американцев, я ведь не против восстановления полноформатных отношений между США и Россией. Я просто не хочу, чтобы эти отношения восстанавливались по модели 90-х годов. Когда американцы просто использовали нас, а выдавали это за якобы дружбу. А здесь, друзья американцев здесь рассказывали нам про то, что вот это и есть настоящая дрючба. Вот что так вот и дружат, на самом деле, в цивилизованном мире. Когда вас используют, как хотят, но это и есть вот такая вот дружба. Вот я против этого. А так я, честно говоря, ничего против не имею. Я ничего против не имею снижения уровня напряженности. Я совершенно не хочу, так сказать, никакой там войны не атомной, не не атомной, никакой. И абсолютно я не против восстановления полномасштабных отношений. Только мне слово восстановление не нравится. Потому что, мне кажется, наши отношения должны быть организованы заново на совершенно иных принципах. На совершенно иных принципах, не таких, какими они были в 90-е годы, но и не таких, какими они были во времена Холодной войны. Вот такие дела. А так, конечно, кто же против? Никто не против. Против, мне кажется, американцы. Потому что они как раз хотят восстановления в стиле 90-х. А вот это, я считаю, недопустимо. Да и технически, скорее всего, уже просто невозможно. Кстати, вот в храмах русско-православной церкви собирают гуманитарную помощь нуждающимся. Но как-то без особого афиширования. Я могу сказать, что церковь ежегодно собирает невероятное количество материальной и денежной помощи пострадавшим в самых разных бедствиях. Переводит огромное количество денег в детские дома и разные социальные учреждения. Сама что-то устроит, но у них они просто не занимаются. Они же не блогеры. Вот эти все блогеры всю глотку сорвали, но чтобы они хоть копейку перевели, не дождетесь. Не дождетесь. Я говорю со знанием дела. Русская православная церковь предпринимает...